МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу телекомпании «Город. Время говорить». Информационный обзор рязанских событий, о которых и поговорить надо, да и показать тоже стоит. Главные темы на сегодня таковы. Опять горим. В Рязани пожаром уничтожен цех деревообрабатывающего предприятия. Служить хочу и буду рязанских школьников знакомят с буднями работы полиции. Пьют и продают рейды правоохранителей, показывают частенько закон в Рязани, уважают и соблюдают постольку поскольку. А теперь об этих и других событиях подробнее. Сочинская Олимпиада завершилась, и, как оказалось, слегка претенциозный спортивный лозунг, взятый из песенки группы Тату, оправдался. Нас не догонят и не догнали. И пусть не все старты и финиши вышли у российской команды удачными, и, наверное, долго еще в прессе будут обсуждать снятие соревнований Плющенко после первого триумфа, и крах хоккейной и ледовой дружины. Но нас и впрямь не догнали. А вот наши и догнали, и перегнали всех. Особенно переживали рязанцы за своих олимпийцев. Лыжника Илью Черноусова, представляющего на играх рязанский центр спортивной подготовки, и защитника хоккейной сборной рязанского уроженца Антона Белова. Но хоккеисты как-то быстро в Сочи свернулись. Хотя справедливости ради надо сказать, что Антон весьма неплохо играл. А вот Илья порадовала. И особенно вчера, на финише уже самой Олимпиады. Напомним, в лыжном масс-старте на 50 километров наши взяли все медали. Александр Легков – золото, Максим Валикжанин – серебро, и наш Илья Черноусов – бронзу. Впервые в истории российские лыжники заняли весь Олимпийский пьедестал. Причем на финише Илья лишь долю мгновения уступил Валикжанину. Его корпус был впереди, а вот ногу он чуть не дотянул, в то время как финиш фиксируется по креплению лыжи. Затем в интервью Илья Черноусов заявил, что довольно продолжительный перерыв, который был у него в Сочи между двумя форматами соревнований, видимо, сказался на результате. Поэтому, когда я выходил на старт, я не знал, в каком буду состоянии, сообщил бронзовый призер Сочи. Однако сразу заявил, что у него все еще впереди. А мы и не сомневаемся, дорогой наш бронзовый герой Илья Черноусов. С победой и вас, и с победой всех российских олимпийцев. Илья сейчас находится, было 12 часов в Сочи. Их собирали президент и вручал правительству награды. Ему был орден, вручен орден на заслуги перед Отечеством. У нас еще продолжаются этапы Кубка мира. В субботу они уже стартуют в Швеции. Три недели будут, еще шесть стартов. Вот он должен со мной сегодня связаться и сказать, сможет он приехать в Рязань или нет. У нас в Рязани это первые медали зимних видов спорта, где человек поступает за Рязанскую область. Ну, теперь к другим темам. Как известно, рязанский губернатор Олег Ковалев после пожара на Пилораме в Рыбновском районе, где погибли два гастарбайтера, настоятельно порекомендовал ответственным руководителям провести проверки предприятий деревообработки на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, ну, а также проконтролировать условия труда работников. Было это на прошлой неделе, а как раз в уикенд, практически в полдень пятницы, загорелось здание деревообрабатывающего предприятия уже в Рязани, на улице Декабристов. Сгорело 100 квадратных метров покрасочной камеры. Тушили пламя экипажа пяти пожарных автомобилей. Брандмейстеры утверждают, главная причина загорания хозяйственных построек – это нарушение владельцами правил пожарной безопасности, захламленные подходы к сараям, стройматериалам и мусоросборникам, сварочные работы без предварительной очистки места, где они идут, да то же самое курение, сколько бед и проблем принесло, и не сосчитать. Так уж повелось, что сообщения о чрезвычайных происшествиях в новостейных проектах всегда горячее других известий. Что тут сказать? Справедливо. Особенно, когда цех горит буквально после начальственного посыла о профильных проверках. Продолжаем программу. Хочется напомнить, что вчера помимо финала Олимпиады был ведь еще один праздник – День защитника Отечества. Не то, чтобы про него забыли, но как-то на эффектном сочинском фоне остальные мероприятия слегка отошли на второй план, но, разумеется, не в смысле их значимости для всех нас. Вчера праздничный митинг, посвященный 23 февраля, провели рязанские либерал-демократы, рассказывает Оксана Тебенихина. По сложившейся доброй традиции, в День защитника Отечества в Рязани на площади Ленина представители либерал-демократической партии России провели митинг, на котором поздравили всех, кто посвятил свою жизнь военному делу или просто отдал воинский долг Родине. Митинги ЛДПР прошли во всех областных центрах нашей страны. Дорогие друзья, торжественный митинг ЛДПР, посвященный празднованию 23 февраля, объявить открытым! На митинге, конечно, не обошлось без обсуждения событий, которые происходят в соседней Украине. Свою позицию по этому поводу высказал руководитель фракции ЛДПР в Рязанской областной думе Александр Шерин. Запад понимает, что нужно ударить по самой больной точке любого человека. Это его родственник. Украина для нас является братским народом, нашим родственным народом. И очень многие экономические, геополитические, культурные вопросы связывают нас. Сначала была Грузия с Южной Осетией. Не получилось. Сегодня Украина. Далее праздничная встреча продолжилась в конференц-зале гостиницы «Лович». Собрание партийцев было посвящено выборам управляющего органа Координационного совета регионального отделения ЛДПР. У нас будет отчетно-выборная конференция. Это мероприятие плановое. Здесь будут выбираться Координационный совет, руководящий орган партии, и, соответственно, контрольная резервная комиссия, которая должна следить за правильностью и легитимностью работы всего регионального отделения. Ну и не стоит забывать, что главным поводом собраний был и оставался праздник защитников Отечества. Координатор регионального отделения ЛДПР Денис Никитин поздравил рязанцев с 23 февраля. Еще раз хочу поздравить всех с праздником 23 февраля. Глубокое уважение к людям в погонах, обусловленные их подвиги, которые они совершали на благо нашей страны. Благодаря нашим детям 26 миллионов детей и подростков могут свободно развиваться, расти здоровыми и счастливыми. Поэтому огромное спасибо. Мы сейчас празднуем 23 февраля больше как праздник всех мужчин, как праздник защитников Отечества. Еще раз с праздником поздравляю. Вчера святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в московском храме архангела Михаила в Тропареве. По окончании обгослужения представитель русской церкви обратился к верующим с проповедью, в которой говорил и про Украину. Цитирую. Сегодня мое слово к Украине, близкой моему сердцу, к украинскому народу. Сосредоточьтесь, успокойтесь. Вы христианский народ. Преломите все то, что происходит сквозь призму своих христианских убеждений, сквозь Евангелие, повествующие нам, в том числе и о суде Божьем. И да не прольется более ни одной капли братской крови. Конец цитаты. В рязанских храмах вчера тоже проходили службы. Самая главная задача христиан – это не встать на ту или иную сторону политической игры, но предотвратить кровопролитие, предотвратить вражду, предотвратить убийство и насилие. Вот об этом православная церковь вчера по благословению свящего патриарха Кирилла молилась. В каждом храме во время божественной литургии были сказаны особые прошения. В каждом храме во время литургии была произнесена особая молитва, в которой мы просили у Бога прощения грехов этих людей. Еще касательно Дня защитника Отечества и службы в армии. В середине этого месяца Всероссийский Центр изучения общественного мнения провел опрос среди 1600 человек в 130 населенных пунктах, расположенных в 42 регионах России. Казалось, что каждый второй россиянин хотел бы, чтобы его ближайшие родственники служили. За это высказались 53% опрошенных. В 2010 году таковых было 36%, а значит, привлекательность службы в армии выросла за это время в полтора раза. Также, по данным исследований, 42% респондентов уверены, что пройти службу в вооруженных силах – дело чести для любого настоящего мужчины. Хотя, такое мнение выражали, прежде всего, люди старшего поколения, а не молодежь. Продолжает тему Глеб Галушкин. На сегодняшнем заседании Совета общественной палаты Рязанской области в стенах Рязанского отделения ДСААФ речь шла о совместной работе, направленной на укрепление военно-патриотического воспитания молодежи. На базе местного отделения школьники и студенты познают азы военных специальностей. Многие из обучающихся здесь ребят говорят, что хотят служить в армии, чтобы принести пользу родине. Тем более, что в войска не будут уходить уже подготовленными бойцами. Я поступал два раза на военного. Как бы до сих пор хочется стать. Поэтому думаю, что пойду в армию, скорее всего. Почему? Не знаю даже. Просто хочется узнать, что это такое. Те люди, которые не хотят служить своей родине, я думаю, что им стоило бы задуматься о том, что это нужно. Что нужно все-таки служить. Быть патриотом своей родине. Отец служил, дед служил, и я буду служить. Ну, так почему все-таки? Ну, преданность родине. Конечно, вопросы патриотики, вопросы воспитания. Ведь не будем далеко ходить, даже в семье, если нет воспитания, эта семья, мягко говоря, обречена. А в обществе, в государстве тем более. О службе в армии разговор еще впереди. Сегодня в программе подробности, которая выйдет в эфир вслед за нами, вы увидите интервью с облвоенкомом Владиславом Деевым. Речь пойдет о призыве, о службе по контракту и в этой связи о новеллах законодательства. Ну, еще, в последнее время в российских регионах стали активно проводиться так называемые уроки мужества для подрастающего поколения. Поскольку до военной части и добраться нелегко, да и посят не везде, то ребят вывозят в полицейские подразделения. Здесь и служба государева, и дисциплина, и защита народа. На днях рязанские ОМОНовцы приглашали в гости воспитанников Рязанской общеобразовательной школы-интерната и учеников кадетского класса школы-интерната номер два. Уже традиционно на проходящей неделе мужества, в канун Дня защитника Отечества, рязанских школьников знакомят с мужскими профессиями. На этот раз ученики кадетских классов и воспитанники школы-интерната номер два побывали на базе рязанского ОМОНа. Сотрудники показали ребятам действия бойцов при проведении спецопераций. Кроме того, ОМОНовцы показали будущим защитникам Отечества свою боевую технику и даже разрешили посидеть внутри полицейских автомобилей. И, конечно, самый большой интерес у школьников вызвала демонстрация современного оружия бойцов отряда особого назначения. Ну, а кому интересно, как проходят обыденные службы полиции, то, как говорится, вам сюда. Наталья Новикова рассказывает о двух рейдах дорожных инспекторов. Эти мероприятия всякий раз показывают один и тот же результат. В России закон уважают весьма избирательно, только тогда, когда он красиво и весело жить не мешает. Стражи дорожного правопорядка вышли в рейд, дабы поймать и обезвредить хмельных водителей. Казалось бы, ведь каждые выходные сотрудники ГИБДД усиливают контроль на дорогах города. И все равно находятся смельчаки, севшие за руль, предварительно приняв на грудь. За три дня было выявлено 70 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. В Пронском районе был выявлен фаркт наркотического опьянения водителя. Вообще, с начала года в нашей области уже выявлено 738 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. И ладно бы, любители выпить свою жизнь опасности подвергали. Так ведь гоняют по городу, буквально по приборам, видя мир, так сказать, в расфокусе. Тут о реакции и говорить нечего. С такой же регулярностью проводят дорожные полицейские рейды по выяснению отношений между двумя категориями людей – пешеходами и водителями. Начнем с того, что культура вождения у нас в городе оставляет желать лучшего – это аксиома. Однако, уступить дорогу человеку на пешеходном переходе – не только дань культуре. Прежде всего, этого требуют правила дорожного движения. Евгений, скажите, пожалуйста, вот когда ездите на пешеходных переходах, всегда пешеходов пропускаете? Всегда, всегда. Стараюсь всегда пропускать. Пропускаю всегда пешеходов. Ну, сам часто бываю пешеходом. Если не пропустить, то это чревато тем, что и сам неприятный, и человеку доставишь какие-то неприятности. Но не все водители соблюдают это простое правило. Для выявления и профилактики подобных нарушений ГИБДД региона регулярно проводит рейд пешеход. С начала года и на сегодняшний день зарегистрировано уже 90 наездов на пешеходах, в результате которых 11 человек погибли и 85 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких происшествий увеличилось более чем на 42%. Но и сами пешеходы частенько нарушают правила движения и переходят дорогу в неустановленном месте, провоцируя тем самым дорожно-транспортные происшествия. Всегда смотрите по странам, когда дорогу переходите? Конечно. Чаще всего. А водители пропускают? Здесь да. 70%. Всегда в положенных местах дорогу приходите? А водители уступают дорогу? Не всегда. Таким образом торжествует, как всегда, банальная истина. Есть правила, и их надо соблюдать. Однако, как говорили мудрецы древности, почему-то труднее всего заставить людей жить по простым правилам. На сегодня все. Напомним, сразу после нас в эфире телекомпании «Город» будет программа подробностей, собеседник ведущей программы Олеси Харлиной, военный комиссар области Владислав Геев. Ну а мы желаем всем хорошего вечера. Завтра вновь найдем время, чтобы поговорить о главном за день для всех рязанцев. Для нас с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова